Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В этой минуте рикошет от голкипера спокойно с 12 метров реализовал Сергей Самодин. Допущенные такие вот простые ошибки привели к такому неприятному для нас результату. У нас задача играть, выигрывать в каждой игре. Не пошел на пользу Сибири и стандартный перерыв. Второй гол крылья Советов организовали уже в середине второго тайма. Очередная ошибка сибирского вратаря. Он не поймал мяч после подачи со штрафного. И капитан авиаторов Иван Таранов не промахнулся с нескольких метров. Я давно хотел забить и моменты были не в прошлых играх. Может быть не стопроцентные, но тем не менее были. Я, конечно, счастлив, что я забил. И счастлив, что этот гол принес такое, ну, наверное, облегчение в этой игре. Ну и также стал победным в некотором роде. К основному времени рефери добавил три минуты, которые стали роковыми для Сибири. За несколько секунд до финального свистка самарцы забили третий мяч. Отличился Азер Алиев. Победа над Сибирью стала для крыльев шестой подряд в текущем розыгрыше первенства России. Советы продолжают возглавлять турнирную таблицу. На хвосте у них Красноярский Енисей и Питерская Динамо. Разделяют фаворитов всего несколько очков. Борьба будет, я думаю, что до последнего тура, потому что все рядышком. Никто не хочет уступать и еще могут некоторые команды подтянуться. Потому что мы играем то на синтетике, на безобразной, то на траве, то опять меняемся, опять едем на синтетику. Поэтому в данный момент ребят нужно просто восстанавливать и психологически поддерживать. Психологически они себя сами поддерживают победами. В следующий матч первенства страны по футболу крылья Советов сыграют в субботу с Оренбургом. Команда после 10 туров занимает 9 место. А на Металлурге примут Тамбов в следующую среду, 6 сентября. Клуб разместился на пятой строчке турнирной таблицы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!